Доброе утро всем! Доброе, доброе, прям добрейшее! Осталась я одна, Олечка с Глебушкой на дубку ушли, Саша в храм, а я решила позавтракать вместе с вами, чтобы не одна. Они, знаете, быстро-быстро-быстро на скорую руку, и чтобы не одной мне... Я уже не стала с ними там торопиться, я их немножко обслуживала. Думаю, потом позавтракаю сама. Сегодня у меня на завтрак. Вот пропустила через весы. Здесь ровно 100 грамм 5-процентного творога. 5-процентного, да, я не оговорилась. И буквально чайная ложка сметаны, поэтому он вот такой вот рассыпчатый. Маловато, конечно, сметаны. И здесь у меня... Резкость наводила, простите. И здесь у меня, значит, сушеная травка. Уже сушеная пошла. Вот так-то. Сушеный чесночок и перчик, соль. Вот такой вот. Ну, короче, серьезный творог. Не сладкий, допустим, творог. А то с ягодкой, там, медовочку можно чуть-чуть. Нет, этот серьезный. Одно яйцо поджарила себе. И петрушка. Петрушечку мы вот так вот сделаем. Вот так вот сейчас красиво себя обслушаю. Вот. И вот это сразу уберу, чтобы не мешало. И большая чашка цикория с молоком. Вот так. Обалдеть, как вкусно. Ну и давайте кушать. Всем приятного аппетита. Всех, кто еще не позавтракал, пойдем позавтракаем со мной. Вот такой творог я уже давно не ела. Это очень вкусно. Я вам до этого говорила, попробуйте. Попробуйте. Это очень-очень вкусно. Когда-то хочется подслащенного, там, с медочком творогу, да. А когда-то хочется вот именно вот такого вот творога. Ну, мне даже вот такой вот больше нравится. Ну, с ягодкой тоже очень вкусно. Ну, вот так. Вчера очень поздно легли. Глебка сегодня не выспался. И, в общем-то, капризничал прям. Не хотел идти на дубку. Ну, надо. Яйцо жарено, это уже сто лет не ело, если честно. Сегодня утром думаю, почему бы и нет. Одно, ничего страшного. Ничего страшного нет. Олечка, Олечка, вчера работа много было. Зато лекции не было. А сегодня у нее лекции опять. Ой, лекция до того. Она допоздна сидит. Читая ложится почти в час ночи. Тяжеловато ей. Но ничего. А я вчера и тапочки вязала. Две пятки связала. И теперь, сегодня, наверное, закончу. Так что, вот так. А Саша, вчера Саша, я сегодня его, может быть, вам покажу, даже на территорию выйду. Вчера он и клумбу убрал. Одну, вторую клумбу убрал. Ну, эти трубы поубирал. Прямо уже сильно-сильно подготовился к зиме. Сейчас еще будет водопадик этот убирать. И этот, ну, на ночь, ну, и на ночь, на зиму все целлофаном заделывает. Чтобы он нигде не потрескался. И ничего, чтобы вода не попала, да не размёрзлась. У нас сейчас живет хорошо только газон и тепличка. А остальное все такое уже. В таком состоянии не ахти какое. Уже осень. Петрушку я сюда сгребу. Потому что зелень, она и в Африке зелень. И это очень вкусно. Да, мне теперь плохо без зелени. Но у меня уже этот базилик подрастает. Ну, теперь придется покупать. Вот, например, знаете, Вот эта покупная петрушка, да? Даже рядом не стояла нигде. Вот с этой, с домашней петрушкой. Она какая-то жесткая. Такое ощущение, что она из какой-то проволоки сделана. Настолько жесткая. Не знаю, из чего она. Чем ее поливали, чем ее удобряли, не знаю. Ну, ужасная. Укроп тоже какой-то жесткий. Ну, более-менее еще. Но петрушка – это мраки. Вот мраки. Я привыкла. Вы сами видели, как я пучками ел эту траву. И для меня сейчас ужас. Ничего. Я зимой очень-очень много ем квашеной капусты. Она очень полезна. И для кишечника. Клетчатки там очень много. В квашеной капусте витамина С очень много. Поэтому я очень много ем квашеной капусты. С клюквой беру. Когда с клюквой, когда с яблочком. Вот. И вот я квашеной капусты много ем. Очень хочу себя приучить кушать морковку. Я так-то морковку могу покушать? Ну, немножко. А так вот, знаете, по утрам особенно. Почему бы и нет? Потер морковочки. Это так классно было бы. Глебка же у нас сейчас чисто свежевыжатый сок пьет, яблочный. Ему это нравится. Колечка пропустит через соковыжималку. И он пьет. Ну, это действительно, это полезно. Это натурально. Это не в пакетиках вот этот сахар с водичкой. Или водичка, или с сахаром. Ну, в школу, хочешь, не хочешь, он, конечно, берет этот пачечку 200 литров, ой, 200 миллилитров, чтобы попить, допустим, на переменке. Это магазинный, да. А дома он пьет свежевыжатый. На ночь, когда он, вечером, когда он покушает, он пьет свежевыжатый апельсиновый сок. Олечка ему, опять же, через соковыжималку пропускается, и он с удовольствием пьет, ему нравится. Морковку ни в какую. Олечка этот раз, короче, обманула его и говорит, ну, ты сок-то яблочный будешь? Он, да, да. Он мне говорит, мам, давай. В яблочный сок морковку пропустим тоже, я говорю, только чуть-чуть, вот прям чуть-чуть. Если она делает литр сока, туда одну морковинку пропустишь, чтобы чисто привкус был морковный. А вот потом, потом, когда он уже вот к этому вкусу привыкнет, побольше, потом побольше, а потом можно и вообще едет морковный, он будет его пить, потому что этот вкус ему будет знаком. Я уже Глеба знаю. И она взяла еще, говорю, вот этот вот не будет пить. Почувствует другой вкус. Нет. Взяла морковку, такую хорошую морковку взяла. Сделала, значит, сок яблоки, морковь, ну, это вот одна морковинка. Я, ничего, только так бокал замахнул. Ну, я еще, знаешь, так хожу, говорю, Глебка, ты что, сок-то выпил? Да, баба, выпил. Понравился? Да. Ну, как понравился, баба? Как всегда, очень вкусно. Ну, слава богу, что как всегда. На самом деле, не как всегда. На самом деле, там уже мать нахимичила. Ну, и хорошо. Морковный сок очень полезен. Поэтому пить его надо. Ну, Глеба, без обмана его не заставишь. Да, мне кажется, любого ребенка. Я была ребенком, я тоже морковный сок не пила. Потому что, ну, не внушает он доверия. Вот так вот перемешку можно. Так что вот так, ну, Глебку. Творог очень вкусный, попробуйте так. Все по вкусу. Ну, вот здесь вот я почему не переживаю, что, вот сейчас, например, что травы нет, да? Переживаю. Очень переживаю. Ну, почему я более так ровно к этому отношусь? Ну, чуть-чуть. Теперь не мы такие, жизнь такая. Я сюда 2 столовых ложки, вот на 100 грамм творога, 2 столовых ложки горой сушеной зелени. А сушеную зелень я как? Да, я ее покупаю в магазине, но не как вот эта, допустим, приправка, типа хмели-сунели. Или вот я вот этот раз для пробы взяла. Написано 12 овощей, да? Ну, думаю, почему бы и нет? Не поверите, да? Овощ проскакивает периодически. Соль сыпется. Из этого пакетика сыпется соль. Поэтому я предпочитаю, например, всегда брать петрушка сушеная, укроп сушеный, зеленый лук сушеный, сельдерей сушеный, базилик сушеный, чеснок сушеный, кориандр, кинза сушеная. Я беру обязательно. Коренья беру. Сушеная. Что я еще беру? Короче, вот какая трава есть? Ага, орегано, по-моему, продается. В общем, короче, зелень я беру. Видов 10-12 беру. В одну емкость все эти пачки высыпаю, перемешиваю хорошенечко. И пользуюсь вот этой. Вот там соли нет. Там чисто сушеная зелень. Все. Вот этим вот я пользуюсь всегда. Вот так. Если моим молодым не нравится, я им не сыплю. А себе вот я две столовых ложки, а представьте, вот это все разбухнет. Здесь будет, ого, сколько зелени. То есть я зелень все равно съела, но без нее мне никак. Поэтому вот как-то так. Покушали мы с вами. Очень вкусно покушали. Честно сказать, я очень сытно сегодня поела. И мне, например, очень классно. Чего и вам желаю. Ну и все. Спасибо за компанию. А кто еще не кушал, садитесь кушать. Приятного вам аппетита. А кто со мной покушал, спасибо за компанию. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео, которые выходят каждый день. Смотрите короткие видео. Потому что короткие видео, это знаете, такие фрагменты из нашей жизни, и их получается тогда больше. Можно больше охватить. Вот, допустим, а вот этот вот момент, а вот этот вот момент. тогда лучше. Мне больше как-то стало вот это нравится. Ну вот, как-то так. Мы вас всех любим, целуем, обнимаем. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok